На восьмом экономическом форуме небывалое количество иностранных делегатов. Среди них послы США, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама, Албании, Румынии, Словении, Македонии, Азибарджана и Индонезии. Прибыли бизнесмены и эксперты как из Украины, так и из-за рубежа. Руководитель области Юлия Светличная докладывает, по объему иностранных инвестиций, привлеченных в регион с начала года, Харьковщина уступает только столице. Экспорт товара в США увеличился в полтора раза, в Китай на 7%, а отдельный вес ЕС в структуре экспорта региона увеличен с 15 до 23%. Что касается сотрудничества с США, то с прошлого года офис Харьковщины работает в Вашингтоне и в октябре откроется еще один в Нью-Йорке. В апреле мы подписали меморандум о взаимопонимании. Это сотрудничество, чтобы помочь Харьковской области стать более процветающей. Через агентство США по международному развитию предоставили 10 миллионов долларов гуманитарной помощи на нужды внутренне перемещенных лиц. Начиная с сегодняшнего дня мы объявляем грантовый конкурс, на который принимаются антикоррупционные проекты, которые будут финансироваться посольством США. Надеемся, что таким образом отчетность и прозрачность местных администраций Харьковской области будет улучшена. Харьковский форум – это сигнал для инвесторов, которые хотят развивать успешный бизнес, заявил глава администрации президента Игорь Райнин. Харьковская область – это стратегичный регион для государства. И сегодня он используется особой уважой и поддержкой президента Украины на шляху региональных и национальных реформ. Национальный инвестиционный совет дает старт своей работе с регионами именно в Харьковской области. Если говорить о Харьковской области, то она должна привлечь в течение 20 лет, для того, чтобы обеспечить экономический рост 6% выше, от 6 до 9, если точно говорить, на протяжении 20 лет, примерно 15 миллиардов долларов, то бишь 750 миллионов ежегодно. Можно ли в Харьковской области вложить 15 миллиардов? Ответ – да. Панельные дискуссии в рамках форума будут проходить до вечера. Планируется подписание договора по производству американских лекарств на мощностях Харьковской фармкомпании «Здоровье». А в субботу участников форума ожидают индивидуальные переговоры с деловыми партнерами. Из тех людей, которые сюда приехали, очень солидные делегации. Такого форума в Харькове не было никогда в таком масштабе. Это первый. Если хотя бы 10% всего, что возможно от этого количества состоится, то для Харькова это серьезные инвестиции. И я считаю, что такой уровень у форума, конечно, благодаря Игорю Львовичу Ранину, который сегодня со своей должности на это влияет. И вот на самом деле молодой руководитель области Юлия Светличная, вот эта молодежь, которая приходит к власти, она и должна руководить страну. Елена Нагорная, Оксана Зинковская, Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».